Несколько веков назад земля, на которой находится Норвегия, была покрыта льдом и снегом. Когда климат потеплел и сюда пришли люди, они обнаружили, что страна уже населена множеством нечеловеческих существ. В озерах жили Нёккин, водяные, а в реках и водопадах Фоссегримен, Кикимары. В море у северных берегов обитал дракон. В домах, стараях и хлевах жили гномы. В горах падились огромные тролли. Там, в пещерах, они хранили сокровища – золото, серебро, бриллианты. Предками троллей, согласно скандинавским мифам, были полубоги Йотуны. Обычно тролли представляют злобными существами, но это не совсем так. Все тролли вырастают на деревьях, но рост и внешний вид этих мифологических существ зависят от различных факторов. Тролли, которые долго провисели на ветках, а потом упали вниз, будут высокими, мощными и довольно злыми, но не умными, так как мозги им отшибло при падении. Тролли, которые сорвались с дерева раньше срока, селятся в травах и цветах, а еще они остаются маленькими и не такими злыми, как большие. Тролли, поспевшие в срок, останутся страшненькими, но при этом будут покладистыми и всегда помогут заблудившемуся в лесу путнику. Тролли в мифах имеют свое собственное царство, во главе которого стоит король. Основным занятием троллей считалось добыча драгоценных камней. Тролли устраивали прииски в тех пещерах, где и жили. Некоторые норвежцы считают, что сердце каждого тролля представляет собой драгоценный камень. А еще тролли считаются отличными мастерами, умеющими производить качественные вещи, которые могут использоваться веками и не ломаться. Помимо работы тролли любят и умеют развлекаться. Они досаждают соседям, в том числе и другим мифологическим персонажам, например, богам. Иногда, изменив облик, тролли пугают прохожих. Могут превращаться в кого угодно. Например, невероятно красивую девушку. Таких называли хюльдрами. Если с такой девушкой обвенчаться, то хвост, который есть у всех троллей, отпадет. Какой бы ни была внешность троллей, главное у всех троллей есть хвостик, больше похожий на коровий. На головах у монстров помимо волос обычно росли мох, трава, вереск и даже деревья. Длинные когтистые руки болтаются у колен. Из пасти торчат хищные клыки. Уродливое лицо. Лишь телосложение выдает схожесть этого существа с человеком. Голов иногда было разное количество. Одна, три, пять, девять. Чем их больше, тем старше тролль. И не только старше, но и красивее. Впрочем, продолжительность жизни этих малосимпатичных сознаний так и осталась загадкой. Считалось, что на глазах у молодого тролля дубовый лис мог вырасти и погибнуть трижды, а у старого – семь раз. Помимо обилия голов и распространенным дефектом тролля служит огромный нос в бородавках. Менее устойчивыми признаками являются бугры на теле и голове, широкий рот, желтые кривые клыки, сморщенная кожа, напоминающая по цвету скалы и мшистый покров лисов. Выделяют три группы кролей по географическому признаку, в зависимости от того, где живут тролли. Горные, огромные великаны, обитают в скалах. Лесные, маленькие, сродни гномам, селятся в пещерах. И мостовые, живут под мостами, которые помогали строить берег плату за переход на другой берег. Во всех древних легендах говорится, что едят тролли мясо людей. Это касается троллей лесных и горных. Постовые тролли – другие. Они не боятся солнечных лучей, не питаются человечиной, обижают деньги и женщины из мира людей. Часто воруют красавиц, но не едят их, а околдовывают. Поэтому вернуться домой несчастные уже никогда не смогут. Норвежцы сегодня уверены, что существуют еще и домовые тролли, приглядывающие за домом, защищающие от злых сил. Как же можно победить злого тролля? Тролли ненавидят людей и всячески им вредят. Например, тролль, похищая человеческого младенца, заменял его своим детенышем. Самым опасным считался великанский злобный тролль. Эти существа убивали людей ради еды, иногда принимая человеческий облик. Единственное средство при борьбе с троллями – это дневной свет. При первых лучах солнца тролли превращаются в камень. Чтобы одолеть тролля, ему можно загадать загадку. Если разгадка не будет им найдена, то существо умирает. Но если разгадана, то загадка адресуется уже человеку. И в случае невозможности ее разгадать, человек будет разорван на куски. Если оба оппонента дают поочередно верные ответы, то самое основное для человека – это продержаться до рассвета, когда тролль превратится в камень. Если тролль схватил человека и нужно было похищенного спасти, достаточно ударить в колокола во всех церквях. Если же тролль с жертвой убежал далеко в глушь, куда не долетал звон, можно принести колокол туда, где чудовище держит похищенных. Тролля также может отпугнуть молния, которая убивает их. Оказавшись в плену у тролля, необходимо вызнать его имя, используя любые уловки, чтобы опрести над ним власть и вынудить его тем самым отпустить вас. Убегая от тролля, необходимо бежать поперек борозд в поле, чтобы образовался крест. В современную художественную литературу тролли ввел Генрих Ипсен, сделавший их в 1876 году персонажами своей пьесы «Пергюнт». В одноименной опере Эдварда Грига знаменитая мелодия «В пещере горного короля» звучит именно при появлении короля троллей. Новую жизнь скандинавской легенды вдохнул 20 век. В 1937 году вышел в свет «Хоббит» Толкина и «Властелин колец». В этом виде они перекочевали и в романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Финская писательница Толи Янсен создала другого тролля – мумии тролля. Шведский художник и ботаник Рольф Литберг известен по всему миру своими добрыми душевными иллюстрациями. Рольф Литберг очень похож на героя своих иллюстраций. Сам он был горбуном с большой бородой, часто ходил на свисты. Добрый, веселый, озорной дедушка Рольф. Вот и называют его иллюстрации. Художник Йон Байер родился в 1882 году. Всемирно известен своими работами, посвященными домовым, лешим и троллям. Особенно интересны его иллюстрации к сказкам «Среди леших домовых и троллей». Эти сказки ежегодно публиковались на Рождество. Именно это сделало его самым известным художником Швеции. Субтитры создавал DimaTorzok